Приветствую все, друзья из солнечной Армении. У нас сегодня вот такие аппетитные пончики. Это ереванские пончики. Почему они так называются, чем они отличаются от других и так далее. Все это будет в процессе. Для начала доводим до кипения молоко. А в отдельной таре смешиваем все остальные ингредиенты. Это желтки, сахар, кукурузный крахмал. Можно заменить на муку в этом случае. Также щепотка соли. Ну и ванилин. Все пропорции для крема и вообще весь рецепт будет у меня под видео. Вот так немножко перемешиваем, насколько это возможно. Чтобы отдельного, не промешанного крахмала было не очень много. И потом добавляем сюда немножко молока, около 100 мл. Из этого количества, друзья. И молоко к этому моменту может быть любой температуры. Просто если оно уже горячее, добавляем понемножку, не сразу. Делаем эту массу жидкой, чтобы потом легко было вводить в кипящее молоко. Делаем эту массу максимально однородной. Конечно, сахар не растворяется, но и крахмал, и мука, конечно же, не должны оставаться комочками, чтобы крем получился однородным. Молоко у меня начинает закипать. Делаю огонь минимальным. И начинаю тонкой струйкой вводить яичную массу. Если заметили, что масса у вас не очень жидкая, можно добавить еще молока. Она должна быть достаточно жидкой, чтобы возможно было вводить именно тонкой струйкой. Это гарантия хорошего качества. Все время перемешивая, друзья, до полной готовности. Не отходим. Как только все добавили, делаем огонь чуть выше. Он должен быть средним. И продолжаем варить до готовности. Как только появились вот такие вот бульки, выключаем огонь. Крем у нас должен быть сравнительно гуще, чем обычно это бывает. Но мы этого добиваемся не за счет долгой варки. Потому что из-за этого, особенно если варите на муке, у вас получится прямо клейстер. Поэтому я немножко меняю пропорции для того, чтобы густоту получить именно за счет правильного соотношения. Перекладываю крем в более широкую тару, чтобы быстрее остыл. И прикрываю пищевой пленкой в контакт, чтобы не было корочки. Тесто я буду делать безопарным способом. Как всегда я повторяю, опара обязательно, только если в тесте много сдобы. А в таких случаях можете по своему усмотрению. У нас тут будет 500 мл жидкости. Больше половины я добавляю молоко, где-то 300 мл. А все остальное будет вода. Жидкость должна быть немножко теплее температуры нашего тела. Проверить очень легко. Опускаем палец. Если пальцу не холодно, наоборот, чувствуется приятное тепло. Значит, то, что надо. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Два яйца. Добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Еще 2 понадобятся для работы с тестом в конце. Добавляем также муку. С первой партией идет также полная чайная ложка соли. Для этого теста ушло 850 г муки. Ну, конечно, это для ориентировки, друзья. Следите за плотностью. Вот такое вот тесто у нас получается. Оно не слишком плотное, но и не слишком жидкое. Вот такое средненькое. То, что нужно. Конечно, тесто липкое. Прилипает к рукам. Для того, чтобы возможно было работать, просто используем растительное масло. Стараемся больше муки не использовать. Ну, а теперь руки и рабочую поверхность смазываем растительным маслом. И с его помощью замешиваем наше тесто в среднем 3-4 минуты. Чем дольше будете замешивать, тем мельче будут поры в готовом изделии. И тем нежнее оно получится. Друзья, обычно количество используемой муки зависит не только от соотношения. Ингредиентов, но и от того, как вы замешиваете его. Например, чем усерднее и увереннее вы работаете с ним, тем меньше муки обычно уходит. И наоборот. Обычно, особенно новички, добавляют много муки для того, чтобы тесто перестало прилипать к рукам. Но если работать интенсивно, этого можно добиться и с помощью замешивания, без добавления лишней муки. Вот, посмотрите, без добавления лишней муки у нас тесто стало более собранным и более послушным, податливым. Так что, друзья, обратите внимание на свое умение замешивать тесто. Отправляю тесто в смазанную растительным маслом чашу и оставляю на растойку. Итак, прошел час. У нас тесто хорошо поднялось. Снова будем работать с помощью растительного масла. Друзья, обязательно обращайте внимание на плотность теста. Тесто у нас не тяжелое, не забитое, но и не жидкое, не слишком слабое. Пончики из слабого, очень жидкого теста точно раскроются. Сразу после этой манипуляции тесто напрягается, сразу с ним работать очень трудно. Начинает сопротивляться и трудно открывать в лепешку. Поэтому оставляем отлежаться где-то на 15 минут. Но так как работали довольно долго и первые уже успели отлежаться, поэтому как только все закончили, буквально через несколько минут можно уже начать. Начинаем с самых первых. Как мы обычно работаем с готовой, не знаю, наверное, видели на моем канале, когда делаем круглую готову, тут тоже. Вот так открываем края, а середину оставляем, насколько это возможно, толстой. Потому что потом нам еще открывать эти заготовки, если тесто тут будет тоненьким, будет рваться. В середину кладем хорошую такую ложку крема, ну, насколько вам нравится. И края собираем к центру. Все просто. Оставляем наши заготовки еще немножко отлежаться, отдыхать. В конце обязательно хорошенько закрепляем вот этот вот шов. Крем у нас должен быть слегка плотным, не слишком, но и не слабым. Потому что если там будет лишняя жидкость, она во время жарки превращается в пар, из-за этого пончики могут раскрыться. Как же проверить, достаточно ли они отдохнули? Вот так слегка нажимаем пальцем. Если вы чувствуете, что тесто как бы пружинит и немножко сопротивляется, значит, пока еще тесто слишком напряжено. Если в таком вот состоянии придать окончательную форму и жарить, оно может раскрыться. Поэтому оставляем, чтобы тесто немножко более расслабилось. И тогда уже можно жать, но, конечно, передержать тоже нежелательно. Для начала ставим разогреваться масло. Его должно быть довольно много, чтобы пончики свободно плавали в нем. Чтобы понять, готово ли масло к жарке, бросаем туда кусочек теста. Как только всплывет, значит, все готово. Можно начать. Надавляем, начиная с середины, идем к краям, распределяем крем равномерно. И придаем плоскую форму. Вот и все. Работаем осторожно, вот такими вот движениями, чтобы не повредить наше тесто. Во время жарки огонь должен быть не слишком высоким и не слишком низким. Периодически переворачиваем, друзья, чтобы давление внутри распределилось равномерно. И чтобы из-за накопления давления нигде ничего не порвалось. Чтобы в середине не остались ямочки, вот так периодически опускаю их в масло со всех сторон. Если ваши заготовки очень трудно убрать со стола, перемещать и так далее, они слишком сильно деформируются, значит, там не хватает муки. И, как уже говорила, такое тесто точно раскроется. Друзья, на канале у меня есть также другие пончики, американские пончики. Они мега воздушные. Наверное, один из самых воздушных вариантов, которые можно получить. И вся технология очень подробная и несложная. Я описала, как всегда. Есть еще и оладушки. Тоже мега воздушные. Не опадают. Самые легкие. Одним словом, смотрите мои видео, там всегда вся подробная техника, которая помогает вам получать максимально возможные результаты. Чем же отличаются ереванские пончики от других? У них очень тоненькое тесто. И их обычно делают большого размера, большого диаметра. Иногда этими пончиками даже наслаждаются, складывая их вдвое. И из-за того, кстати, что в тесто не идет почти никакой стопы или ее очень мало, тесто в конце получается немножко тянущимся. Вот это самые важные, отличительные характеристики ереванских пончиков. Иногда это тесто даже делается на воде, а иногда не добавляются даже яйца. А у туберийских пончиков, например, тесто более сдобное и по вкусу, и вообще в целом они сильно отличаются от ереванских. Они тоже очень вкусненькие и скоро будут на моем канале. Эти пончики реально и по вкусу, и по внешнему виду отличаются от многих разных вариантов. Я вам предлагаю испечь, то есть пожарить их и насладиться. Продолжение следует...